Итак, всех приветствуем, друзья, коллеги. Квивари со всем здоровья, потому что сейчас время карантина. Занимаемся, упражняемся, продолжим цикл занятий. Я думаю, будет как раз таки и в проке, и в пользу для многих ребят. Значит, берем прорезной флажок, разметку здесь сделали по два, соответственно, небольшую резеточку. Соответственно, с соблюдением внутреннего наклона, уклад руки, прорезаем небольшую резетку. Здесь должно быть всегда уложено, это однозначно. Поработаем именно в комбинированной геометрической резьбе. Руку убираем. Поприменяем инструмент. И не совсем расширено. И расширено, конечно, чтобы понимали, какие возможности есть. Дальше. Стандартно полукруглым коротышом для себя производим. Вот так вот именно в освобождении. Почему я объясню. Почему не стоит именно тыкать. Потому что, когда именно тыкаем, мы, соответственно, повреждаем встречный бортик. самый предметный момент подрезов, это именно осуществлять подобным образом. Многие ребята, когда выполняют, допускают много грязноты. Особое внимание сосредотачиваю на то, чтобы вы обратили внимание именно на чистоту. хорошо есть. даже тогда, когда на столе находится у вас инструмент, рекомендационно все равно, чтобы он находился в защите. Так, посмотрели. Хорошо. Дальше. Применяем приписные уголки, которые весьма очень долго мы не использовали. Если он у вас туповат, соответственно, часто задаваем вопросы, как его заправить. То есть укладывается угловая стамеска по внешней стороне, с одной и с другой стороны, и, соответственно, внутренне подвели. Аккуратно. И вот здесь подутапливаем. Аккуратненько. На половине волокна здесь особое внимание. Уинки, контуры. Сразу лужок нарезной с наклоном. Аккуратненько. Устранили. На грязно, кто получили. Соответственно, с этого направления сюда должны. Вот так вот. Аккуратненько. Соединиться. Аккуратненько. Как вы видите, фактически приемы являются несложными. Почему их можно отнести к разряду именно для новичков. Ну и как идея, не только для новичков. Трисвоеобразный тайнинг. Надеюсь, получили. Нам надо работать вот от этих частей. Вот. Вот. А именно. Сюда, к центру. Не торопимся. Аккуратненько. Что внутри, на глубине, не ковырять. То есть, для себя, как правило, что делаем. Подбираем угловую стамеску. 90 градусов. На соскошенный кронг. Здесь на глубине. Аккуратненько. Тычковым действием. Дорабатываем чистоту. Бессомненно, можно это осуществить ножом. Но более чище, как вы понимаете, это соответственно. То есть, угловой стамески. То есть, здесь получили вот такую вот развилочку. Своеобразный цветок. Что нам необходимо сделать с этим своеобразным цветком? Взять небольшую полукругую стамеску. Картеж. И что сделать? Произвести. Легкое снятие. Аккуратненько. Вот здесь. Показали наш цветочек. Соответственно, с одной стороны проверь. Со всех сторон существуем. Отсюда. От разметки. Вот так. Осуществуем. Угловая стамеска. Здесь немножечко. Удаляем. Завели. И в порезанную часть. Поверем же. Завели. Устранили. 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 соответственно от носика во внутренняя часть осуществили прорез прорез почему затронул именно резетку очень часто многие ребята соприкасаются именно с этим нюансом когда оформляют так или иначе сердцевину уголочек подняли более меньше тоже 90 градусов здесь аккуратненько в серединке так вот аккуратненько показали соответственно удаляем лишнее аккуратно можно с акцентировать внимание прорабатывать самой глубине когда выемки контуры комбинируешь умноженное с вашей фантазии то получится в конечном результате весьма очень оригинально дальше в обязательном порядке вот эти наши пустоты хотя посмотрим более меньше еще угловую стамиску со скошения возьмем и вот здесь так вот аккуратненько вот так с легким поворотом не торопясь то есть не здесь никоим образом нельзя ставить упор на силовой дис и если сразу обращу внимание если вы видите что у вас допустим инструмент примеру условно ломает древесину это самые две таких проблем и первоочередные это что это тупой инструмент соответственно применяете максимально физические силы вот так вот начинается развилочка хорошо позже сразу защиту угловой стамиску дальше осуществляем вот здесь уверенный прорез нарезаем с наклоном не торопясь то есть всегда помните что когда есть плоскость плоскость необходимо своеобразно преобразовать во что в некий выделяющийся такой рельеф объем все это можно осуществить посредством отпускания фона либо введения по допустим выемок дальше сразу для себя аккуратненько полукруглые стамески здесь освобождаем от ненужного аккуратно силы старайтесь не делать более технически вот так вот мы получаем хорошо выбираем полукруг рассматриваем смотрим сразу же обращаем внимание на синетру эстетику соответственно глубинное именно примыкание она должна быть четким самое главное не торопимся даже в те самые моменты когда у вас пример условно не получается дальше соответственно есть направление нам необходимо вот середины от середины с поворотом рассечь вот аккуратно аккуратненько ваши основы фигуры геометрические либо смещенные всегда нужно помнить это являются основами ряд определенных манипуляций привели к чему потому что ваш рисунок в центре начинает преобразоваться немножко в другое дальше убрали угловую стамеску ровную соответственно поднимаем со скошенной кромкой как правило для себя выбираем со скошенной кромкой в данном случае есть ровная стараемся выбрать штуки две-три маленькие чуть больше можно маленький полукруг допустим со скошенной кромкой но он больше служит нам как помощник это на глубине есть теперь оставшиеся носики вот они соответственно их здесь для выразительности немножечко под отделим есть теперь ввиду того что мы будем работать с этим элементом вот он вот он вот что нам необходимо сделать у имеющегося носика осуществить прорез наклон не совсем использовать от можно ровному они можно немножко завести под элемент подносик то есть таким образом формируется вообще более объемная геометрическая резьба почему потому что мы с этой части луком со скошенной кромкой ныряем отсюда под наш носик вот сюда вот так вот аккуратненько аккуратно таким образом у нас начинает наращиваться наш именно центр по сути если объективно говорить весьма оригинальным дальше очень важно обращать внимание на деталировку по этой причине вот здесь мы осуществляем обязательные прорезы в этой части здесь обязательно есть поднимаем более-меншую угловую стемиску со скошенной кромкой имеющиеся тело имеющиеся тело нам необходимо аккуратненько вот здесь сработать глубину здесь у нас древесина отслаивается возвращаем ее назад то есть хорошо соответственно он здесь к меня могло более меньше есть есть так когда работается с разными элементами с разными элементами работаются в детальностях они получаются в конечной фазе очень насыщенными насыщенными хорошо соответственно просмотрим себя на предмет чистоты устраняем есть получили теперь нам необходимо разорвать имеющееся тело но посредством чего не посредством угловых стамесок и допустим там ножа не всегда стоит как бы сто процентов акцентировать внимание исключительно на угловую стамеску то есть необходимо подобрать для себя допустим возьмем со скошенной кромкой по вокруг почему потому что надо будет немножко вниз опуститься то есть вот здесь вот так вот и вот здесь немножечко в глубину вот так не торопясь это все к тому что я говорю что не все всегда должно находиться на плоскости этой причине необходимо хорошо подняли нож соответственно почистили аккуратненько под наклоном под наклоном допустим хорошо первое здесь рассматриваем полукругую стамеску мелкую мелкой со скошенной кромкой теперь вот здесь аккуратненько приставили и контур на не торопясь древесина у нас здесь печально рвет слегка не остро не может а из-за древесины вот так вот не торопясь вот так вот глубину сейчас так получается насыщается резетка хорошо то есть есть получается окружность мы получили убрали ну и желательно конечно же что сделать думаю торопиться не будем на этом цикле на прорезах мы сейчас под закончим то есть самое главное не запутаться вот есть следовательно перевернули до конца вот есть перевернули здесь можно в этом случае очень легко запутаться вот устранили ненужное провес следовательно прорез здесь лишнее удаляем хорошо теперь поднимаем полукруглый коротыш и аккуратненько аккуратненько аккуратно такую вторую здесь выемку перевернули то есть видео сразу делаем без монтажа и здесь направление в окна вынуждены вынуждены работать с другой стороны так аккуратненько последний последний так 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 Видим прекрасно, что вот это получается у нас лишнее, значит, аккуратненько здесь устраняем. Устраняем. Мы проработали здесь как бы поверхностно, сильно мы не снимали. Вообще, для того, чтобы придавать объем, необходимо более глубинно работать. Хорошо убрали, взяли угловую стимистку со скошенной кромкой, соответственно, лёгкий поворот. Лёгкий поворот. Лёгкий поворот. Плажок. Лёгкий поворот. Почищаем. Лёгкий поворот. Лёгкий поворот. Лёгкий поворот. Лёгкий поворот.